Всем привет! Это Универ Ньюс, а в студии Диана Желенкова. Смотрите сегодня выпуски. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Врачей университетской клиники на коронавирусную инфекцию. Подробности в следующем сюжете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Коеки осуществляет круглосуточную неотложную помощь по хирургии и терапии. И если у пациента, находившегося в медучреждении, впоследствии выявляется коронавирусная инфекция, то за всеми врачами, которые с ним контактировали, устанавливается обязательный контроль. Информация получена с сайта Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека. От президента Русфонда Льва Амбиндера. Эльвира Зорина, Универньюз. Самоизоляция и дистанционное обучение интересным образом отразились на студентах Казанского федерального университета. Так, учащиеся в Институте вычислительной математики и информационных технологий создали родной университет в компьютерной игре «Майнкрафт». О том, как прогуляться по виртуальному студенческому городку, наш следующий сюжет. Во время карантина студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета проявили инициативу и создали свой вуз в компьютерной игре «Майнкрафт». Масштабный проект заинтересовал многих других студентов. Всего в постройке студенческого городка приняли участие более 150 человек. На странице ВКонтакте у нас есть пост, где как раз приглашаются все заинтересованные лица, разработчики, вступить в группу и внести свой вклад в разработку такой цифровой модели университета. В компьютерной игре «Майнкрафт» появились копии учебных зданий КФУ, самая масштабная постройка, главное здание и второй корпус с памятником Владимиру Ленину, а также культурно-спортивный комплекс «Оникс». Мы всегда гордимся нашими студентами и говорим, что они не только прилежно учатся, но еще и достаточно креативные люди, которые реализуют свои возможности. Но вот в данном случае, во время вынужденной изоляции, они проявили такой свой креативный подход к тому, чтобы выразить любовь к университету. Сейчас началось активное строительство деревни универсиады, и, кстати, мы были очень приятно удивлены, когда нас заметили одни из самых популярных интернет-журналов Казани, это Инде и Энтер, благодаря чему к нам начали подключаться уже не только студенты КФУ, но и студенты других вузов. Кстати, почти закончено строительство ЦИТа, и мы были очень рады увидеть знакомые лица. Это преподаватели, они также присоединяются к нам как в беседе, так и в игре, строят свои кафедры и помогают студентам достраивать остальные здания университета. Стать участником может любой желающий, и ты можешь помочь в постройке своего учебного корпуса. Переходи по ссылке, которая указана на экране. В Елабужском филиале Казанского Федерального Университета многие студенты и иностранцы остались жить в общежитиях на время самоизоляции. О том, как проходят их дни, смотрите далее. Из-за распространения коронавируса и закрытия границ Российской Федерации, множество студентов Казанского Федерального Университета остались на самоизоляции в общежитии. Иностранные студенты Елабужского института также остались на самоизоляции. В общежитиях Елабужского института у нас остается проживать 1170 ребят. Это ребята иностранные граждане, и безусловно, в это время им особенно непросто, хотя бы потому, что они находятся вдалеке от своего родного дома, от своих родных и близких. Партнеры Казанского Федерального Университета всячески пытаются помочь студентам в этот непростой период. Обратились к нашим друзьям, к нашим партнерам, и мне очень приятно, что сразу же откликнулись предприятия и организации, с которыми мы долгое время уже работаем. И я с удовольствием хочу назвать эти предприятия. Это Елабужский пищекомбинат и генеральный директор Ярослав Михайлович Пурий помогает сегодня ребятам с приобретением хлебобулочных изделий. Это молочный комбинат и директор Татьяна Алексеевна Михайлова сегодня помогают нам с получением благотворительной помощи в молочной продукции. Это индивидуальный предприниматель Константинова, коллеги, с которыми мы сегодня работаем, и они нам помогают получить 230 килограмм мясной продукции. И даже откликнулись образовательные организации Мамадышского района, это те школы, с которыми мы очень долгое время работаем. В Мамадышском районе есть такая хорошая традиция, на приусадебных участках школы выращивают картофель. И мы к ним обратились, и они тоже помогают нам решить этот вопрос и привозят к нам сегодня большое количество картофеля, которые мы тоже раздадим с удовольствием студентам для приготовления вкусных обедов. Мы создали свой фонд, деканы, администрация института, и тоже помогаем с приобретением продуктовых наборов. Я думаю, что это очень хорошая помощь и поддержка нашим ребятам. Лев Диденко, Универ-Ньюс. Мы уже рассказывали вам о том, что в Казанском федеральном университете разработали первый в России интерактивный учебник по физике для 10-го класса, который вышел в московском издательстве Беном в 2019 году. И теперь, когда все учащиеся перешли на дистанционное обучение, он стал наиболее востребован. Подробности далее. Разработчиками первого в России интерактивного учебника по физике для 10-го класса являются профессора Казанского федерального университета Александр Фишман, Андрей Скворцов и Лев Геннштейн. 23 марта во время визита в КФУ президент Республики Татарстан Рустам Мениханов оценил интерактивный учебник. Он отметил его инновационность и пожелал увидеть, как пособие будет применяться на практике. В связи с распространением коронавирусной инфекции учебные заведения по всей стране перешли на дистанционное обучение. Поэтому на этот период интерактивный учебник будет особенно полезен учителям и школьникам. В связи с коронавирусным карантином, наш творческий коллектив принял решение совместно с университетом и издательством, ВИНОМ, лаборатория знаний, выложить этот учебник в свободный доступ. До окончания карантина он у нас в свободном доступе. Все учителя, ученики могут его свободно скачивать и использовать. На настоящий момент полторы тысячи втачиваний у этого учебника. Скачать учебник можно абсолютно бесплатно на сайте Казанского федерального университета по ссылке, которая указана на экране. Преимущество заключается в том, что для работы с этим учебником не требуется подключение к интернету. То есть скачивать немного стало, конечно. Преимущество этого учебника состоит в том, что там это учебник мультимедийный, поэтому там закадровый голос выполняет роль учителя, который объясняет материал, очень богато иллюстрированный видеоопытами, моделями, анимациями, графиками, таблицами и так далее. И это позволяет получить мотивацию детей. Диана Желенкова, Универньюз. Диана Желенкова, Университет. У меня все. В студии была Диана Желенкова. Продолжайте оставаться дома и смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч!